Итак, что входит в правильную осанку? Многие думают, что это просто спина, когда ты держишь спину, этого достаточно. На самом деле, правильная осанка состоит из нескольких частей тела. Это, в первую очередь, верхняя часть спины, нижняя часть спины, живот, плечи, шея, голова и подбородок. Иногда можно видеть прямую спину, но при этом вытянутую вперед шею. Это называется синдром компьютерщика, когда шея вытянута вперед. Давайте остановимся на голове и на шее. Какие проблемы могут быть в этой части? Как я уже сказала, вытянутая вперед шея, она очень неэстетично смотрится. Даже, вот смотрите, я держу прямо спину, но шею сейчас вытягиваю вперед. И когда вы вытягиваете шею вперед, у вас автоматически свисает второй подбородок и появляются складки на шее. Вот, первая проблема, связанная с осанкой, это вытянутая вперед шея. Что с ней нужно делать? Шею нужно не просто задирать наверх, да, а ее нужно возвращать обратно. И только потом поднимать подбородок наверх. То есть шею еще раз, мы вот с этого вытянутого состояния возвращаем назад. И поднимаем затем подбородок наверх. И таким образом у нас получается прямая линия со спиной. Вторая проблема, это завернутые плечи. Очень часто они у нас завернуты вперед. Это первая проблема с плечами. Вторая проблема с плечами, они у нас чуть-чуть наверх. И очень часто бывает, что одно плечо выше другого. В правильной осанке мы собираем лопатки вместе. Таким образом у нас плечи идут назад. И сильно давим плечи вниз. Когда вы натягиваете плечи вниз, и следим, чтобы они были на одном уровне. А шею мы начинаем вытягивать вверх. И вот этот вот противовес, когда вы сильно давите плечи вниз, а шею вытягивает, дает вот это впечатление длинной, вытянутой, красивой шеи. Это очень важный момент. Третий момент, это, конечно, верхняя часть спины. Чтобы ее держать прямо, нужно иметь чем держать. То есть должны быть мышцы укрепленной спины и грудные мышцы. То есть спину на самом деле держат не только спинные мышцы, но и грудные. Поэтому очень важно делать упражнение не только для подкачки спины, но и для подкачки груди. И когда? И очень важное еще замечание, что вы должны представлять, как будто идет вытяжение наверх, как будто вас кто-то взял за один волос и начинает вытягивать наверх. То есть постоянно вот это вот подвешенное состояние, вытянутое состояние наверх. То есть мы постоянно, такое впечатление, что мы вытягиваемся наверх. И когда вы вытягиваетесь наверх, то автоматически у вас живот подбирается. Когда вы скрюченно наклоняетесь чуть-чуть вперед, то есть вот это у многих естественное положение, живот автоматически расслабляется. Но когда вы начинаете вытягиваться наверх, у вас автоматически начинает живот.